Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Изменение валютного курса всегда обусловлено целым рядом фундаментальных факторов. В случае с евро, мы видим ряд очевидных причин для распродаж. Во-первых, это территориальная близость войны, которая замедляет экономический рост в еврозоне. Во-вторых, санкции и ограничения на поставку энергоресурсов. Но это лишь часть айсберга, которую видят все. Но курс валюты очень сильно зависит от движения капитала. В этом случае становится куда важнее уровень доходности гособлигаций. И тут мы видим огромный перекос в сторону США. Десятилетние гособлигации Германии и Франции имеют доходность менее 0,9% и 1,4% соответственно, в то время как американские бумаги торгуются с доходностью близкой к 3%. Как вы видите, на данный момент мы наблюдаем уникальную ситуацию. Более рисковые активы дают ниже доходность, чем более надежные. Это мы наблюдаем в примере с гособлигациями США и ряда крупнейших экономик валютного блока. Даже итальянские гособлигации имеют доходность ниже, чем американские. Как следствие, мы наблюдаем отток капитала, который и оказывает такое сильное давление на евро. Поэтому лишь повышение процентных ставок ЕЦБ может снизить давление на евро, увеличив доходность инвестиционных инструментов. А теперь перейдем к золоту. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что золото – это не защитный актив, а лишь спекулятивный. В период пандемии коронавируса цена на золото стремительно росла, и многие ошибочно называли этот актив защитным. Но по факту мы наблюдали аномально сильное увеличение ликвидности, часть из которой перетекла в золото. Теперь же инвесторы в спешке избавляются от этого инструмента, ведь ликвидность снижается и продолжит снижаться длительное время. Соответственно, тренд по золоту медвежий и таковым может оставаться долго. Смещаясь на рынок нефти, обращу внимание на отсутствие однонаправленных движений цены. При этом волатильность остается повышенной, тем самым указывая на неопределенность рынка. С одной стороны, инвесторы очень агрессивно реагируют на угрозы ЕС ввести эмбарго на импорт нефти из России. С другой стороны, обвал фондовых индексов, карантин в Китае и прогноз ОПЕК по снижению мирового спроса на нефть, провоцирует распродажи. Как следствие, вам просто необходимо адаптироваться под новую реальность, в которой нет стабильности. Цена на нефть может продолжить движение в широком боковике с очень сильными всплесками и падениями. Ну и в завершении поговорим о рынке криптовалют. Тут есть проблески надежды на восстановление рынка. Явная слабость продавцов биткоина, под очень сильным техническим уровнем 28,5 тысяч, увеличивает вероятность возобновления его роста. Как минимум уже сейчас можем говорить о слабости продавцов и снижении панических настроений. Если же за ближайших несколько дней биткоин вернется выше 36 тысяч, то медвежий сценарий будет отменен. До этого момента все еще есть риск обвала котировок ниже 25 тысяч долларов. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.